Объяснить глухонемым детям фразу «сердце в пятки ушло», только буквально. А вот когда актёры напугают друг друга, маленькие зрители сразу же улавливают смысл. Однажды на съёмках мне нужно было объяснить ребятам, что нужно пройти по съёмочной площадке, крадучись. И оказалось, что этого слова у них нет в словаре, что нет жеста. Я тогда показала, я покралась, и они поняли. Так и появилась идея на базе детской телестудии снимать кинословарь для глухих и слабослышащих детей, а ролики размещать в интернете в открытом доступе. На их создание фонд президентских грантов выделил без малого 3 миллиона рублей. Заявки сначала изучала экспертная коллегия. 700 человек оценивалась актуальность, социальная значимость, проект должен уже работать, а грант — лишь дополнительный стимул для развития. Окончательный список победителей, в котором больше 2000 НКО, утвердил сегодня координационный комитет фонда. У нас более 70% всех победителей раньше не получали никогда президентские гранты. Это новые организации, причем не столичные организации, а из регионов России. У нас процент даже вырос, 84% средств пошли некоммерческим организациям, которые расположены не в Москве. Участвовать в конкурсе могли любые НКО, в том числе иностранные агенты. И такие тоже были. Были и те, кто от зарубежного финансирования отказался. Вот семь таких организаций получили сейчас финансирование своей деятельности из фонда президентских грантов. Мне кажется, это очень правильный сигнал. Топовыми направлениями по количеству лауреатов стали пропаганда здорового образа жизни, наука и образование, социальное обслуживание, историческая память, а также культура и искусство. Чтобы распределение грантов стало прозрачнее, с 2017 года деньги выделяет один единственный фонд. А еще на активность НКО повлияла новая электронная система приема заявок. Она с удобным интерфейсом, где люди сразу имеют какие-то подсказки. Опишите социальную значимость, опишите цели, опишите задачи. То есть не нужно переживать по поводу того, что она по почте отправлена и может вовремя не прийти к окончанию приема заявок. Новый прием заявок начнется в феврале, а бюджет двух конкурсов президентских грантов в 2018-м будет больше, чем в этом году. И составит не 7, а 8 миллиардов рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова